приветствую дорогие друзья подписчики подписчицы тролли заскать и заскочившие на огонек просто проходившие мимо все кто смотрит это видео я приветствую добра вам мира всего самого хорошего это видео будет как скажем пролог к следующему ролику в том ролике я буду выступать не в своем обычном амплуа и я вам скажу дальше почему так происходит ну не буду начинать что мне с чего я начал всю свою знаете блогерскую деятельность кто меня знает те знают кто не знает зайдите на канал рожденный в ссср вчера я с ним делал разговаривал и он сделал ролик где я объяснил что сподвигло меня заняться блогерской деятельностью я здесь хочу сказать о другом моя позиция всегда была и остается нейтральный я не беру сторону ни украины ни россии я не жил ни там ни там я являюсь гражданином другой страны понимаете и я вижу то что происходит у вас со стороны знаете как говорят большое видится издалека я вижу отсюда то что я озвучиваю это мое мнение это не мнение не фсб не сбу не еще каких либо то ни было контор это мое личное мнение также это не мнение не церу не фбр никому мое личное мнение понятно я делаю это так потому что я так вижу связи вот с этой моей блогерской деятельностью сторона скажем так украинская назначила меня предателем объявили что я пророссийский я работаю там опять же на какие-то государственные конторы я всех вокруг предал и вообще не имею права жить там где я живу я четыре года пытался им доказать что я не являюсь пророссийским тщетно тщетно и вот на тебе три месяца назад я смотрю дело сдвинулось с мертвой точки ребят три месяца назад давайте перед этим перед три месяца назад что случилось случилось то что российских блогеров начали банить в той рулетки просто банят всех боль меня тоже банк хотя и не российский блогер тоже банят короче чья политика партии не идет в канве того государства всех банятся рулетки и для чего для чего вы сами знаете для чего это делается не буду углубляться в общем ребята с российской стороны молодцы снимаю шляпу они сделали свою рулетку и очень хорошая рулетка нет вопрос вот это рулет тв все кто здесь молодцы все конечно оценят и сюда начали приходить те кого стали там банить постоянно но здесь связи с тем что это новая рулетка здесь контента не очень много то есть свеже укушенные долго укушенные родившиеся укушенными сюда еще пока не заходят больших количествах поэтому что здесь началось догадались в поисках контента так вот есть такой товарищ название специально изменены есть такой как товарищ я его нас димон до димон я ему дал потом статус джавдета канал свинопух потом я его это статуса лишил после того как он начал себя неадекватно совсем вести я с ним поговорил все нормально в итоге потом узнаю он схватился за слово и потащил это слово и стал делать из меня врага россии классно да я уже враг украины я враг соединенных штатов теперь остаюсь враг в россии ну чтобы всем врагам быть дать скоро буду враг планеты земля понес 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 вначале это рассматривал как дурачок играется потом когда увидел что он начинает другим блогерам это втирать что я враг и другим людям на других каналах то это уже начало принимать серьезный довольно таки оборот я обратился к димону на тот момент и сказал слушай родной пропиарился хайпанул но нормально хватит на что он мне сказал ты один из тех которые мне говорят эй натальника ты из таджикистана мне не будешь указывать он назвал мне гастарбайтер еще что-то даже ролики выпускал там гастарбайтер и все остальное нет не трогать ладно не захотел останавливаться я сказал хорошо димон если так мое имя твое проклятие теперь ты будешь мне всегда вспоминать я его начал троллить просто троллить жестко троллить ну не совсем жестко ну троллить да и тут всплывает другой товарищ срожа я его еще называют дикий белорус это же начал на меня катить бочку не с того я когда я его встретил огурцы рожат и зачем это делаешь я же с тобой вообще не имею никаких конфликтов ничего я тебя даже не знаю на что срожа сказал ты оскорбил мою страну его к твоя страна ты сбила я вообще белорус не вообще страны не оскорбляю тут еще белорусные такие предъявы в общем срожа решил тоже вступить в бой знаете такой праведный праведный гнев правильный праведный бой все и начали навязывать это вот мнение своим подписчикам подписчикам других блогеров дошло до того что я когда захожу к другим стримерам на канал просто поприветствую несколько комментариев летит этот бабичев он предатель он разве назвал россию тем-то тем-то этим блогерам становится неудобно понимаете то есть вроде как то их подписчики такие вещи и они некоторые из них знаете чисто повелись на это и перестали вообще со мной разговаривать я не буду называть имена а некоторые я вижу их неудобства потому что у меня со всеми практически хорошие отношения я сказал ребятам некоторым я сказал вот не дадите соврать я сказал ребят я понимаю сейчас токсичны если вы меня просто будете переключать это нормально я понимаю ну что сделаешь отдам им должны они сказали слушают наши отношения наши отношения люди всегда будут говорить всякую глупость что говорят люди пишут ты предатель ты нас предал мы тебе верили мы отписываемся мы это мы это я обращаюсь к вам кто это пишет я в жизни давал две присяги в армии советскому союзу в соединенных штатах второй раз при получении гражданства советский союз развалили тем самым мои обязательства по присяге ушли это раз здесь я живу я присягал этой среды больше я никому не присягал я никому ничего не обещал я никому не дарил надежду чтобы мне такие вещи говорить многие говорят и зарабатываешь ли то что-то еще ребята не ваше дело что я делаю как я делаю я у вас ничего не прошу поэтому не разгоняйте эту волну понятно и особо мое обращение к тем что говорит разочаровался отписываюсь ребята отписывайтесь я ценю каждого своего подписчика которому нравится кто заходит на канал я ценю каждого но если вам не нравится ребята насильно мил не будешь вы мне не делаете этим одолжение спросите других блогеров зависит ли монетизация либо еще что-то от количества подписчиков то что вы на меня подписались вы не купили годовой абонемент или не платите ежедневно за видео которое вы смотрите вы приходите и смотрите вы мне еще будете указывать и дети вон указывайте своим детям если они у вас если бабушкам у подъезда я делаю так как я хочу я теряю свое время я этим занимаюсь не потому что я с этого зарабатываю деньги у меня есть основная работа это я делаю знаете как вот хобби порыв души как хотите назовите производство одного ролика как минимум занимает час его другие блогеры мне не дадут соврать как минимум запикать ставки поставить выставить сделать это занимает мое личное время и я это делаю и это людям нравится поэтому не надо мне говорить что я должен делать что вы мне делать одолжение подписавшись на меня не надо потом я попадаю еще на одного блогера федора честно сказать я очень уважал этого блогера очень уважал мы до этого разговариваю того как я стал блогерством заниматься но я не знаю может какое-то веяние вот этой вот подписоты не подписчиков а именно подписоты с этим мерзкими комментариями вставили ему в голову может быть желание пропиариться вот на этом пиндосе на мне он решил на меня сразу же ехать наездом сразу же она незаметно может кто-то там смотрит он на тебя не наезжал наезд был на мои парирование он не рассказывал какие-то вещи из будущего как будто это настоящие ребята я не против не россии не украины чего вы взяли для чего выводить все и делать из меня врага вас врагов мало врагов мало потом я попадаю еще на одного блогера женя из калининграда женя начал в начало разговора с атаки хотя я женю прекрасно понимаю я его уважаю у него весь контент построен на троллинге и это нормально я с ним же не ругался я же не посылал мы просто поговорили все выяснили и нормально пообщались захожу в комментарии слушайте какие-то бабуины вы из палаты номер 6 вы чё ребята два человека общаются это не боксерский ринг мы не обменивались ударами что вы для себя вообще возомнили я вам вам и российским подписчикам и украинским подписчикам я вам это могу сказать знаете почему я от вас не завишу я делаю то что я хочу я буду это делать пока у меня есть желание это делать как только у меня перестанет желание это делать я перестану я уйду но не надо меня гнобить ребята не надо хотите отписываться отписывайтесь подписывайтесь вы мне не делайте одолжение заходя ко мне на канал но если вы уже зашли и смотрите я вам очень благодарен хорошо вот так вот сейчас выйдет ролик сереже оракул сережа оракул он преподносит себя как будто он ведет людей в светлое будущее стихи читает на своем канале великий такой знаете поэт в будущее так как сектант какой-то и посмотрите как он себя ведет особенно обратите после 41 минут обратите себя внимание обратите свое внимание как ведет себя оракул как себя вел я а я вел себя именно так как я считал себя вести нужно вы меня таким не видели посмотрите посмотрите я знаю будут комментарии ты там опустился ты парня ребята еще раз делаю то что хочу и как хочу я за то чтобы между украиной и россии не было боевых действий за то чтобы люди жили в мире понятно и напоследок я хочу выразить свою огромную богат благодарность тем людям которые несмотря вот на этот негатив льющийся на мою мельницу остаются в здравом уме я хочу выразить свою большую благодарность тем блогерам который несмотря на этот негатив все равно здороваются со мной обращаются хорошо со мной не ругаются не матерят не посылают я очень благодарен вам ребята дай вам всем бог мирного неба над головой здоровья счастья удачи извините за отнятое время но я решил вот сделать этот ролик потому что иначе но не знаю я прекрасно понимаю что возможно после этого многие отпишутся ну когда что взялся отписывать я же не прошу никого ничего удачи всем всего хорошего еще раз ты как с джавдетом может помочь нет джавдет мой треть уж не трогай его ну что ж тогда счастливо